всем привет это команда автопанорама меня зовут павел кореневский и на некоторое время мы стали автопанорамы трактора панорамы до ближайшие несколько недель мы будем делать и выкладывать наш канал youtube обзоры самых последних разработок белорусских и российских производителей сельскохозяйственной техники что у нас про прошла выставка белагра по выставкам мы офигенский как соскучились и конечно же нам интересно рассказать вам про новинки не только автомобиле строение грузового автомобиля строения то что мы делаем в нашем новом проекте автопрофи и конечно же про трактор и прямо сейчас у нас обзор самого мощного в истории белорусского трактора строения трактора беларусь 4522 да это трактора анонсировали уже много лет скажем так пока это уже серийная при серийная версия которая проходит сертификации и у нас есть возможность уточнить все нюансы и какой двигатель и стоит под капотом а что изменилось в кабине водителя поехали двигатель гидравлические узлы электрогидравлика ну и шины остальное все в общем-то белорусское это коробка передач джойстиком в происходит переключение передачи диапазона управление передним и задним навесным устройством цена трактора для каждой страны для каждого региона зависит от удаленности от завода со мной рядом василий васильевич гнечик это представителя мтз человек который давно и долго что называется знает трактор мтз вот меня самый первый вопрос а почему возникла такая необходимость создавать именно вот такой огромный мощный трактор беларусь 4522 ну необходимость это возникла с развитием агротехнологий сейчас агротехнологии поставлены для того чтобы получать качественный продукт с наименьшими затратами и плюс нанесение меньше экологического вреда окружающей среде вот эти три задачи решаются агрегатированием на мощные тракторы комбинированных почвообрабатывающих агрегатов эти агрегаты способны в паре с этим трактором выполнять несколько технологических операций за один проход это дискование культивация посев внесение удобрений гербицидов заделка семян и прикатка поля за один проход этим экономится топлива нужно меньше обслуживаю обслуживающего персонала меньше уплотняется почва в оптимальные агротехнические сроки производится посев и получается прибавка в урожае и получается качественный продукт с наименьшими затратами у меня вопрос и многие наши зрители задают вопрос сколько вот сейчас в тракторе беларусь в мтз белорусского белорусских разработок ведь не зря вы перешли вот конкретно на этом тракторе стоит двигатель катепила почему возникла такая необходимость применения уже ну самых разных зарубежных технологий и конечно же это влияет на цену насколько это дорожает видимо ну белорусское моторостроение в частности это минский моторный завод выпускает двигатели от 80 до 300 лошадиных сил все что мощностью больше он пока не выпускает поэтому первоначально первую очередь мы вынуждены покупать импортный двигатель поскольку белорусского аналога пока не существует насколько так скажем это дорожает цену ну безусловно импортные комплектующие дороже чем белорусские но в данном случае у нас нет альтернативы поскольку белорусского двигателя такой мощности нет у меня следующий вопрос вопрос именно по надежности по гарантийным случаем по обслуживанию тракторов и в первую очередь вот таких новинок напомню что мы тестировали как раз вот этот трактор несколько лет назад и он у нас ну так скажем один из топов по просмотру потому что интерес естественно большой по всему миру но многие говорят наши зрители говорят новинки не сравнить с 82 до который там модификации уже были и к нему вообще никаких претензий он что называется на коленке если надо чиниться вот с этими уже ну я говорю как есть как пишут наши зрители то есть есть необходимость сложного ремонта есть необходимость обслуживания ожидания запчастей вот каким образом построена обслуживание вот этих новинок ну безусловно техника по сравнению с прошлыми моделями она более сложная вот она несмотря на то что имеет большие возможности она и предъявляет высокие требования к обслуживанию прежде всего квалификации персонала вот потому что здесь только квалифицированный обученный персонал сможет работать и тем более обслуживать эту технику поэтому на заводе создана сервисная служба которая плюс еще учебный центр учебный центр проводит обучение персонала как с выездом на место так и приглашают на завод а сервисная служба она оперативно реагирует на заявки вот поставляет необходимые запчасти заключает договоры на обслуживание и сервис нашей техники ну и старается оперативно выполнять эти работы давайте обойдем сейчас самый мощный наш белорусский трактор и посмотрим какая во первых какие варианты двигателя могут устанавливаться да какие варианты навесного потому что естественно у большинства сельхозпредприятий уже есть уже многие годы служит одно навесное насколько она подходит та же самая резина я смотрю здесь смотрите губье ну то есть это классная крутая резина понятно что это выставочный экземпляр да ну во первых это эти шины устанавливаются взамен традиционным спаренным колесам для снижения удельного давления на почву вот то есть это целевое назначение для слабонесущих грунтов или работ в ранние весенние или поздние осенние сроки когда уже значит поле по труднопроходимая на обычных шинах здесь диаметр дима 1000 на 50 размерности r25 диаметром 25 до посадочный диаметр двадцать пять дней задние колеса у нас 1250 размерность на 50 и 32 32 размер да да опять таки это здесь уже другой здесь у нас альянс али агро агрофлекс ну а вообще насколько ну этот трактор универсальный модифицируемый с многими другими запчастями резиной колесами и так далее ну поскольку трактор новый безусловно здесь много оригинальных деталей и узлов но основная концепция она перешла от менее мощного трактора 350 лошадиных сил это трактор 3525 ну и безусловно для того чтобы продвигать такой трактор на рынок нужно организовать как я уже упомянул и обучение и сервис без этого невозможно удержаться на рынке но все-таки сколько в этом новом тракторе белорусского и с точки зрения инженерной мысли и с точки зрения запчастей значит из импортного здесь только двигатель гидравлические узлы электро гидравлика ну и шины остальное все в общем-то белорусское ну есть комплектующие российского еще производства некоторые варианты двигателей ну на данном тракторе только этот двигатель caterpillar варианта навесного вопрос очень важный для наших зрителей что можно вешать какие работы делать значит трактор как таковой отдельно взятый он не приносит никакой пользы к нему нужен шлейф машин который выполняет конкретные работы и приносит прибыль к этому трактору безусловно он относится к восьмому тяговому классу и к нему нужно более тяжелые машины обеспечить для того чтобы эффективно его использовать если взять 3525 предыдущий трактор то орудия которые на него агрегатируются его их можно сагрегатировать и с этим трактором но он будет неэффективно использоваться поэтому для него нужно и специальные орудия которые с которыми он будет эффективно работать вопрос важные ну естественно волнует наших зрителей по всему миру и казахстан спрашивает мы отвечаем всегда что узнавайте у дилеров потому что цены очень не могут разниться правда да и его даже география поставок 45 22 какая и какие примерные цены то есть от и д чтобы понимать значит у нас на на заводе создана заводом создана сервисность бытовая сеть по всему миру как акционерное общество с заводским капиталом так и частные компании которые продают и обеспечивают сервис нашей техники цена трактора для каждой страны для каждого региона зависит от удаленности от завода потому что это предусматривает цена трактора с завода плюс цена доставки таможенные платежи определенные там утилизационные сборы и прочие выплат платежи которые предусмотрены законодательством страны в которой они поставляются вот от этого и зависит цена в каждой стране сожалению этот трактор еще не серийный он не продается вот но он стоит должен около 200 тысяч евро а как с конкурентами если сравнить по цене потому что вот рядом стоит смотрите и уже российская техника да да они тоже предлагают вот даже здесь на выставке белагра три трактора таких же мощных я видел кировец мощность стоит класс мощный стоит и рост техника до стоит простым аж до россии машинская то есть вот как наши так скажем тракторы конкурируют и чем они конкурируют по сравнению с но наши тракторы традиционно привлекательны по сочетанию цена-качество и вот это этот параметр он конкурентоспособный на разных рынках ну а тем более с западными аналогами где цены намного выше трактор тракторов чем наши скажите все таки вот испытание уже он проходит до приемочные испытания он прошел и рекомендован производства вот такие вопросы потому что естественно люди которые эксплуатировали тот же самый 8 старую до которых есть там уже 35 серия насколько он технологически технически отличается ну по параметрам там подвеска рулевое что здесь изменяли ну от 80 он кардинально отличается а вот если сравнить как я уже упомянул в 3522 это логическое продолжение этого трактора здесь конструктивно полурама летая также как на 3522 рама чугунная высокопрочный чугун вот трансмиссия сочлененная традиционная корпус муфты сцепления коробка передач задний мост управление коробкой передач такое же гидромеханическое с переключением передач под нагрузкой кабина тоже перешла от 3522 ну и внутреннее содержание кабины узлы управления электроника тоже на 35 да ну похоже вот как вы думаете мы сейчас побываем в кабине побываем на месте механизатора тракториста как вы думаете рядом с нами смотрите техника ретро до начала вот видите вот тут помог один из самых старейших и он ну в целом может еще поехать вот каков сейчас ресурс так скажем потому что многие говорят вот я я реально сам был там владимировец 72 года трактор беларусь там 62 года еще они есть еще они работ работают понимаете но это гордость с одной стороны а с другой стороны многие опасаются понимаете опасаются вот этих мощных высокотехнологичных тракторов потому что не знают сколько они отработали все-таки каков ресурс у этого трактора во первых сколько гарантия реальная заводская гарантия ну и насколько потом это важный момент запчасти обслуживание и так далее но гарантия устанавливается в соответствии законодательством страны куда она поставляется для республики беларусь это два года значит безусловно чем мощнее техника тем больше нагрузки на все детали и механизма и тут уже включаются передовые технологии которые должны обеспечивать эту долговечность это прежде всего качество трансмиссии и двигателя значит конструкционные материалы из которых изготавливаются эти узлы это в основном мид различные металлы и сплавы прежде всего это легированные стали высокопрочный чугун вот и методы термообработки и механической обработки как я уже упомянул в этих тракторах уже выпускается такой прогрессивный конструкционный материал как высокопрочный чугун это среднее между чугуном и стали который выдерживает он более пластичный чем сталь то есть меньше ломается но и вместе с тем обладает высокой прочностью чугун у нас делать да да я был как раз в литийке до дела как все делается но если попросту говоря высокопрочный чугун получается таким образом варится серый чугун и туда добавляется модификатор в виде алюминиевой пудры и вот эти пластиночки чугуна которые у пластиночки графита они становятся сферической формы и за счет этого вот получается высокопрочный чугун говоря простым языком даже вот сколько проработает этот трактор если 80 82 но минимум 10 лет а то и 20 он пахал пахал и пахал понятно что зависит и от обслуживания от рук да но тем не менее вот как вы думаете как специалиста каков запас прочности у этого значит параметр долговечности также как и другие параметры по безопасности и экологии регламентируются законодательством поэтому мы не можем поставить срок работы трактора ресурс меньше чем установлено подтверждается этот срок на приемочных и квалификационных испытаниях путем наработки определенного количества часов и регистрируются отказы путем деления количество часов на количество отказов мы получаем наработку на отказ которая должна быть не менее 600 часов а общий срок должен быть не менее 12 тысяч часов это зависит от хозяйства да все остальное зависит от интенсивности эксплуатации и обслуживания в кабине посмотрим когда уже заказа есть на этот трактор ну каких стран каких странных интерес ну есть такая история с произошедшая со мной 2017 году я был на выставке в ганновере на агритехники и там я его продал то есть уже даже претерийный образец да 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 ну не отдали в этой люди назад вести до люди из казахстана вот это наиболее подходящий регион где огромные бесконечные поля и вот я говорю а зачем вам это такой трактор мы просто купили это культиватор 10 метровой ширины и у нас не хватает мощности тех тракторов которые у нас есть а игры так купите меньше нам сделали такое коммерческое предложение от которого мы не смогли отказаться и вот так вот этот трактор как бы был продан но его не отдали и так потребитель остался не удовлетворен но я думаю что за эти годы уже как-то можно было прикинуть вот вообще как сейчас с теми же беллазами у которых очень жесткая конкуренция с американской до компании прежде всего американцы да то и здесь у нас огромное количество конкурентов вот чем здесь можно брать даже говоря по комфорту потому что ситуация с комфортом за рулем с комфортом кабины меняется это кабина 35 и здесь уже многие вещи ну так скажем современно 21 века вот давайте на них обратим внимание ну это прежде всего боковой пульт управления на котором все всеми узлами агрегатами трактор управляется джойстиками и кнопками это коробка передач джойстиком происходит переключение передач и диапазоны это управление передним и задним навесным устройством вот это пульт управления передней навеской этой задней и здесь соответственно система диагностики и контроля всех работы всех этих агрегатов и плюсы есть здесь система программирования выполняемых функций ну что касается комфорта и вот возможностей я вижу что здесь уже установлен тоже наши друзья и партнера автопанорама технологии земледелия да да тримбл система автоматического вождения как здесь все это агрегатируется и комфорт первую очередь комфорт ну комфорт здесь сиденье с пневмоподвеской но она сейчас не надута до который обеспечивает больший комфорт здесь а все усилия на органах управления соответствует стандартам ну и уже как я упомянул здесь вот все выполняется джойстиками и кнопками ну а что касается комфорта самого водителя система климат-контроля я вижу да климат-контроль даже магнитола в основной комплектации это вот управление климата до увеличение вентилятора и регулировка температуры это так понимаю же тримбловский это пульт монет монитор автовождения здесь закладывается карта поля в в электронику тримбла настраивается и трактор самостоятельно выполняет это самое движение по полю вот за счет точности движения происходит очень точная обработка поля не остаются не до недовыполненных операций какие-то и перекрытий тоже не остается за счет этого происходит очень качественная обработка поля можно запрограммировать не только прямолинейное движение но и развороты мы как раз тестировали систему автономного вождения и записывали предлагаем нашим зрителям глянуть на youtube канале наших партнеров друзей тримбл технологии земледелия это 35 на которой уже три года стоит система тримбл и вот механизатор реально рассказывает мы даже проехались в кабине посмотрели как это работает конечно это уже 21 век да да 21 век ну хорошо а у меня последний вопрос что дальше какие следующие я смотрю и мы сделаем обязательно обзор найдите на нашем канале обзор и мало мало мощной техники так скажем для фермеров для индивидуальных хозяйств это одно из направлений дальше которая делает и все-таки говорить о мощных сельскохозяйственных тракторов куда там идет так скажем направление инженерной мысли ну во-первых направление инженерных мыслей идет по усовершенствованию трансмиссий вот здесь уже трансмиссия полностью автоматизированно то есть перед передачи переключается под нагрузкой так называемый full power shift стремятся насыщать тракторы электроникой то есть датчики которые контролируют выполнение всех операций вот и которые корректируют для достижения высокой топливной экономичности за счет равномерной загрузки двигателя высокой точности выполнения технологических операций от этого зависит урожайность прежде всего и затраты на семена вносимые удобрения и средства защиты растений это прежде опять же совершенствуется обеспечение комфорта и уменьшение утомляемости оператора за счет автоматизации многих функций вот управления трактором и также этих навесных и прицепных агрегатов вот основные направления и одно из направлений это опять-таки экологический аспект нанесение наименьшего ущерба окружающей среде спасибо большое за подробную информацию еще раз повторим это трактор беларусь мтс 4522 самый мощный показ вы мощный в истории белорусских тракторов и конечно вы можете найти обзоры других моделей мтс в нашем канале youtube автопанорама спасибо пожалуйста ну что ж подведем итог нашего обзора трактора 4522 самого мощного трактора в истории белорусского автомобилестроения еще раз напомню что на этот трактор ставится двигателя импортный катапиллер c13 дизель 431 лошадиная сила крутящий момент 2048 ньютона метров удельный расход топлива киловатт час 224 количество чилиндров 6 трансмиссии гидромеханической фрикционными муфтами позволяющими переключать передачи под нагрузкой скорость движения вперед-назад 16 вперед 8 назад навесное мы говорили что под этот трактор все-таки нужно более мощное более так скажем большое навесное отдельно как работает этот трактор как проходит испытания мы обязательно покажем и расскажем вам ближайшее время в автопанораме трактора панораме в нашем проекте автопрофи ну а пока я хочу обратиться к нашим зрителям вот в первую очередь к работникам сельского хозяйства низкий низкий поклон вам всем за то что вы нас кормите от журналистов от тест-пилотов ну и конечно же нам важно знать ваше мнение ваши комментарии под этим видео оставляйте что же вот на ваш взгляд какие ожидания от нового самого мощного трактора какие проблемы возникают у вас с тракторами беларусь тракторами мтз сейчас реально конечно же все это мы передадим заводу и присоединяйтесь к нашей большой семье команде панорама меня зовут павел кореневский командов панорама в сердце моем надеюсь сердце каждого нашего зрителя подписывайтесь в соц сетях найдите по тегам автопанорама командов панорама беларусь ap bike и конечно же подпишитесь пока пока до встречи